Мы продолжаем серию проповедей, которые уже звучали и будут звучать, естественно, в стенах церкви. И также хочу поприветствовать всех, кто присоединяется к нам в режиме онлайн в интернете и сможет, находясь у себя перед экранами мониторов, быть внимательны к Слову Божьему. Я также приветствую всех, кто присоединился к нам тоже в режиме онлайн в мегапортале Invictory и смотрит, слушает и видит наше воскресное богослужение, тоже также насыщается поклонением и Словом Божьим. И также мы очень благодарны тем, кто будет смотреть нас на канале TBN. Слава нашему Господу! Дорогие мои, верен Господь. Мы знаем, что Он верен, что Он всегда верен и никогда не оставит нас. Я очень благодарен Богу, что у нас есть уникальная возможность продолжить ту тему, которая звучала. Мы говорили о отношении Авраама, Агарь, Измаил, Сара. И в прошлый раз мы начали изучать 22 главу книги Бытие, где написано о том, что после сих происшествий Бог искушал Авраама. Мы провели с вами различие между словом искушение и словом испытание. И этому была посвящена целая проповедь на одном единственном стихе Библии. Мы говорили о том, что Бог никого не искушает, но каждый искушается, обольщаясь, увлекаясь собственной похотью. И похоть зачавшая рождает грех, и сделанный грех рождает смерть. Мы говорили о том, как после всего того, что Авраам оставил, отпустил Агарь, отпустил Измаила, и остался с Сарой, и остался с Исааком, как сложилась их жизнь. И вот 22 глава мы находим, что, казалось бы, все, что хотели они, чтобы то, что хотела Сара, то, что хотел Авраам, может быть, чуть в меньшей степени, но Саров больше, чтобы остался только Авраам, Сара и Исаак. И вот здесь, казалось бы, когда приходит вот устройство во всем, когда все цели достигнуты, все желания исполнены, и, казалось бы, что еще может быть такого? Бог, может быть, достаточно ты испытывал Авраама? Достаточно ты смотрел на его верность, на его посвященность. Может быть, на этом стоит остановиться. Столько испытаний в жизни одного человека, который в одном поколении поменял веру от многобожия к единобожию, к единому Богу, который абсолютно послушался тебя и стал праведником по послушанию. Неужели в чем-то нужно его еще раз испытать? Знаете, мы часто, Бог говорит, я испытаю тебя, а мы говорим, я впал в искушение. Мы часто забываем, что в искушение впадаем мы, а Бог просто испытывает нас, чтобы поднять нас на следующую ступень веры, чтобы показать нам великое недосягаемое на том уровне, на котором мы находились. Он поднимает нас на следующий уровень. Я начну эту проповедь с 63 главы порока Исаии, где, собственно говоря, в одном из этих трех стихов, которые я прочту, будет и заключаться название и тема этой проповеди. Я буду читать 63 глава порока Исаия, с 15 стиха. «Призри с небес», просит порок Исаия Господа, «и посмотри на жилище святыни твоей и славу твоей». То есть пророк призывает Бога, чтобы он взглянул на храм, чтобы он взглянул на народ Божия Израиля. И дальше он говорит, где ревность твоя, Бог, и могущество твое, где благоутробия твоей и милости твои ко мне удержаны. То есть порок понимает, что если Бог уже не ревнует свой народ, и если могущество его не является в храме Божьем, что-то удерживается Богом, что-то, что мы жаждем, как благословение, не приходит в народ Божий, есть некое удержание. И дальше «Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас». Тема сегодняшней проповеди. «Ибо Авраам не узнает нас». Здесь написано, смотрите, «Только ты, Отец наш». То есть Исаи говорит, у меня есть надежда. У всего народа Израиля, народа Божьего есть надежда, что ты наш Отец, потому что мы настолько стали беззаконными, настолько мы согрешали, что праведник Авраам нас не узнает. Потому что он праведник. Потому что то, что он совершил в своей жизни, это высший эталон праведности, и у него есть право не узнать нас. И дальше написано, и Израиль не признает нас своими. Израиль – это народ Божий, не признает. Здесь сказано, «Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое искупитель наш». Это жажда, надежда. Дело в том, что порок Исаи – это был мессианский порок, который предвещал и порочествовал о пришествии Мессии, о пришествии Иисуса Христа в этот мир. Вспомните притчу Иисуса Христа «Умирает Лазарь и богач». И они оба попадают один в ад, другой, в рай. Один на лона Авраамова. И там на лона Авраамова. И Авраам узнает этого Лазаря. И принимает его к себе в рай. А богача он не узнает. «Авраам не узнает нас, и Израиль отвергнет нас». Послушайте, это очень важное для нас сообщение, это важное послание. Мы ходим верой в Иисуса Христа по великой милости и благодати. И кровь Христа омывает нас всякий раз, когда мы приходим к алтарю и жертвеннику. Кровь Христа омывает нас, и через кровь Бог, искупивший нас, от беззаконий наших и грехов нас, узнает нас. Но Авраам в своей праведности, здесь написано, не узнает нас. «Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, ради колен, наследие Твоего». Исайя говорит, послушай, Господи, зачем Ты попустил, что весь Твой народ стал грешить, весь Твой народ впал беззакония? Зачем Ты попустил? Где Твоя ревность? Где Твоя сила? Мы жаждем. Знаете, в Священописании написано, позвольте мне это напомнить, место Священописания, Римлянам, 12 глава, стих 1. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Итак, здесь Павел пишет о том, что мы должны представить тела наши в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения. Вы знаете, Бог от нас не требует суеверия. Бог от нас требует, чтобы мы представили наши тела. Все скажут, при чем здесь тела-то? Кровь и плоть царства Божьи не наследуют. Что там представлять? Тела ваши в жертву Богу. Мы прекрасно понимаем, что тела наши представляются. И вот здесь мы возвращаемся к Аврааму. Это очень важно понять, потому что то, что Бог сказал Аврааму, Он не говорил о духовной жертве, Он не говорил о каких-то других жертвах, Он не говорил о жертве хвала уст наших, Он говорил о конкретной жертве. Давайте прочтем. 22 глава Бытия. После сих происшествий Бог искушал Аврааму и сказал ему Аврааму, Он сказал, вот я. Заметьте, какая готовность. Я сразу хочу оговориться. Очень важное сообщение. Бог никогда во все времена не требовал жертв человеческих. Никогда. Это очень важно понять. Искушал или испытывал, это совершенно другой момент. Мы должны это понимать. И здесь сказано, Бог сказал, возьми сына твоего. И так Бог говорит, Авраам говорит, вот я. Какое время Бог молчал перед этим? Но знаете, очень важно, иногда Бог молчит. Иногда в случае с Авраамом Бог молчал годами. И Авраам не слышал его голос. Но однажды, когда Бог впервые с ним заговорил, он запомнил Божий голос навсегда, на веки веков. Послушайте, он никогда больше не перепутает голос Божий. Потому что дьявол иногда пытается маскироваться под ангела света и говорить с нами, чтобы мы приняли это как голос Божий. Но Авраам знал голос Божий, как очень важно, чтобы мы знали голос Божий. Чтобы не запутаться, потому что иногда нам кажется, но этого не может быть, потому что этого не может быть, но это голос Божий. Иногда нам кажется, Бог, ты как меня благоставляешь, но это не голос Божий. Здесь сказано, возьми сына твоего, у Авраама два сына, Измаил и Исаак. Исаак остался с ним, Исмаил уже отпущен вместе с Агарию. Об этом мы говорили в прошлый раз. Единственного твоего, но единственный сын от Агари и единственный сын от Сары. Оба любимые. Дальше сказано, которого ты любишь. И может быть, Авраам в эту минуту надеялся, что, ну, как-то пройдет мимо меня. Ну, не скажет сейчас Бог, так сейчас все хорошо. Он не должен мне сказать сейчас слово Исаака. Пусть скажет Измаила. Я и так с него же простился и уже как бы вычеркнул свой свой жизни. Исаака. Знаете, казалось, он отдал Богу все. Он отдал Богу все. И Бог благословил его. И вдруг Бог претендует на самое любимое, на самое единственное. Исаака. Которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во все сожжения на одной из гор, о которой я скажу тебе. Это сложнейшая тема в Библии. Подчеркиваю еще раз, Бог никогда не требовал ни от какого человека человеческих жертвоприношений. Никогда. И здесь Авраам входил в тяжкое для него искушение. Авраам встал рано утром. Я не знаю, как он провел ту ночь. Самое дорогое, самое единственное. Казалось бы, вот все в жизни наконец устроилось. Вот все уже встало на свое место. Теперь ничего не мешает мне просто поклоняться Богу, просто ходить в церковь, просто ему служить. Все хорошо, у меня жена, дети, у меня имение, у меня богатство. Ну все есть. Что еще мне не хватает? Встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для все сожжения, и встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Заметьте, я хочу сделать ударение на слово разумного служения. Жизнь ради духа, не ради плоти. Жизнь как духовное служение. Порок Исаия, 14 глава, вине, порок Осия, 14 глава, стих 3 написано, «Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорившему, отними всякое беззаконие, беззаконие из уст, из сердца, из жизни, и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Вы знаете, как очень важно понимать, а, собственно говоря, где Бог от нас-то ждет жертву. Первое послание Петра, 2 глава, стих 5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы посредством Иисуса Христа приносить духовные жертвы, угодную Богу». Из кого мы устрояем храм Божий? Из себя, как камни живые, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Друзья мои, в Новом Завете мы являемся храмом Божьим, и внутри нас, внутри каждого из нас находится жертвенник, где мы возносим Богу, здесь сказано, посредством Иисуса Христа, то есть через Иисуса Христа, Он посредник у нас, приносим духовные жертвы. Заметьте, духовные жертвы, не кровные жертвы, а духовные жертвы, угодные Богу. Разве не знаете, первое послание Коринфянам, 3 глава, стих 16, «Разве не знаете, что вы храм Божий?» Скажите соседу, ты храм Божий. Дорогие телезрители, вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Мы храм Божий, и Дух Божий живет в вас, так написано. Итак, место нашего жертвоприношения Господу и алтарь, на который мы приносим жертвы, это внутри каждого из нас. Там находится жертвенник Богу. «Но вернемся к Аврааму». Авраам еще этого не знал. А может быть, так думал, что так должно быть. Никогда, когда Бог впервые с ним заговорил в Уре Халдейском, он себе не мог предположить даже, предположить даже, что Бог когда-то, вот так проведя его через самые трудные испытания, искушения вдруг потребует, самое дорогое, что есть, единственного сына. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издаля. Я знаю, что Авраам был Божий пророк, мессианский пророк. Когда Авраам подходил, написано «возвел очи», это значит, он шел первый день. Он еще думал, Господи, может быть, я тебя недопонимаю, может быть, не очень ясно тебя услышал, может быть, я ослышался, может быть, не все так для меня печально, может быть, есть какая-то надежда. Второй день. И вот третий день. На третий день, об Израиле написано, на третий день ты восстановишь нас, Паркосия. И вдруг он видит то место издали. Знаете, может быть, он не хотел поднимать глаза, чтобы увидеть то место, где он потеряет собственного сына, которого Бог требует. Может быть, он шел и думал, как мы часто думаем, Бог, но это уже слишком для меня, это тяжело для меня, это сверх всех моих сил, сверх всего, что я могу понести, но так нельзя, Господи! Он поднял глаза, он увидел эту гору моря, он пророк, Божий пророк, что он увидел на этой горе? Я думаю, что он увидел там будущее Иерусалим. Он увидел на горе моря будущий храм. Он увидел там, за храмом, будущую Голгофу. И он шел туда, и, может быть, думал и понимал, Господи, ну, наверное, так надо. Ну, наверное, я должен это место как-то окропить кровью. Я должен это место осветить, ибо в этом месте будет вся слава народа Божьего и слава церкви. Может быть, он так думал. А знаете, давайте прочтем, о чем он реально думал. Там прямо так и написано, что он думал. Смотрите, пожалуйста, одиннадцатую главу послания апостола Павла к евреям. Знаменитую главу, которой мы говорим, что это глава нашей веры, и что Авраам отец всех верующих. И вот, что здесь написано. Я буду читать с семнадцатого стиха одиннадцатой главы. «Верою Авраам, будучи искушаем». Это пишет апостол Павел об этой истории, которую мы только что с вами начали изучать. «Будучи искушаем, принес в жертву». Заметьте, здесь стоит, что он принес в жертву. Не сказано, что он чуть-чуть не принес в жертву. Сказано, что он принес в жертву. Что есть жертва для Бога, благая, угодная, совершенная. Мы-то понимаем, что он не принес в жертву, а Павел пишет, что он принес в жертву. И здесь написано, Исаака, и имея обетование, принес единородного, то есть единственного. А что за обетование он имел? Стих восемнадцатый. «О котором, то есть об Исааке было сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть Исаак, это то, то твое будущее, это твои потомки. И вот он идет с этим будущим, и он должен подняться на гору, чтобы принести его Господу. Это не сходится. У него в голове вот так. Вы знаете, не совсем так. Все сходится. Потому что Авраам был человек величайшей веры. И вот что здесь написано. «Ибо он думал», стих девятнадцатый, «Ибо он думал, что он думал, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, посему, и получил его в предназнаменовании». То есть он верил. Услышьте меня, друзья мои, он верил, что Бог его воскресит из мертвых. Он верил. Многие скажут, ну, как же так он верил? Он же шел туда. Он шел туда, и он его, странный человек, этот Авраам, человек всех верующих. Ибо мы называемся верующими, потому что поверил Авраам Господу, и это вменилась его в праведность. В Псалме сорок третьем, стих двадцать третий, Давид взывает, «Но за тебя умерщляют на всякий день, считают на завец обреченных на заклане, как Исаак и как Христос за тебя». Поднимите руку, кого умерщляют каждый день, как овцу, которого приносят на заклане. Что такое умерщляют? Ты не имеешь права кневаться, ты не имеешь права не прощать, ты имеешь права любить, милостердствовать, быть кротким, быть смиренным, солнце да не зайдет в огневе твоем, и ты умерщляешь и умерщляешь и умерщляешь. За тебя умерщляют на всякий день, считают нас завец, обреченных на заклане. Смотрите, здесь написано очень сильно, на третий день он увидел то место издалека и сказал Авраам отрокам своим, и внимательно, что он сказал, «Останьтесь вы здесь с ослом, нечего ослу там делать, и вы тоже останьтесь», он сказал, «Слуги мои, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся», и дальше написано, «И возвратимся к вам». Здесь сказано, «Не я возвращусь к вам один», а здесь сказано, «Мы возвратимся к вам». «Мы пойдем, поднимемся на гору, совершим жертвоприношение, поклонимся к Господу, и мы возвратимся к вам». Я хочу, чтобы мы это услышали сегодня, друзья мои, сегодня Богу не нужны кровные жертвы, потому что в крови Иисуса Христа Он был единственная жертва за грех всех нас. Я очень благодарен, но Ветхий Завет является детоводителем ко Христу, и это для нас величайший пример верности Авраама. Никто больше за всю историю человечества, кроме Иисуса Христа, не был искушаем таким искушением. И Бог смотрел на Авраама, на его верность, на его преданность, на его послушание. И Он сказал, «Мы поклонимся, и мы возвратимся». Знаете, почему Он так сказал? Потому что Он верил, что Он все сделает, как Бог попросил. Исаак будет принесен жертву. И в следующее мгновение Бог Его воскресеет из мертвых. Но Он еще тогда не знал, что на этой самой горе спустя тысячелетия будет принесен другой, единственный, самый любимый, самый желанный, единственный Сын Господа Иисус Христос. И Он умрет и воскреснет ради нас. Здесь написано, смотрите, «Взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой». Он сказал, «Вот я, сын мой». Как он еще мог говорить, «Я бы не смог от слез, от боли. Сильный Авраам, вот я, сын мой». Исаак говорит, «Вот огонь и дрова, папа, а где же Агнец для всесожжения?» Авраам сказал ему, «Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения, сын мой». Он сказал ему, «Иегова Ире». То есть, «Господь усмотрит». И пошли дальше вместе. Понятен вопрос сына и понятен ответ отца. И пришли на то место, о котором сказал ему Бог моря Голгофа. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего, Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. Великий подвиг Исаака, что он не промолвил ни слова. Он все понял. Он сказал, «Внутри себя я готов». Знаете, а вот зачем Бог повелел Аврааму принести в жертву Исаака? Вот давайте подумаем просто вот так. Мы, люди 21 века, давайте подумаем, за что? Почему? Что такое? Знаете, потому что Бог не даст испытаний, искушений в сверх сил. Скажите, аминь. Скажите, он тебя никогда не будет испытывать сверх твоих сил. Никогда. Сильный Авраам. Он единственный мог понести все это. Послушайте, там дальше написано. На века, веков, жертва Исаака стала символом необычайной любви Авраама к Богу. Нет больше той любви, помните, кто положит душу свою за друзей своих, а его сын, это его часть, это его кровинушка, это все, что у него есть в этом мире, кто положит душу свою, той жизнь. Он прекрасно понимал, я так благодарю Бога, что мы живем в новозаветнее время, мы живем по Евангелию, мы христиане, и от нас не требуется ничего подобного, требуется только верность и вера в Господа нашего, потому что кровь его говорит лучше крови Авелевой, кровь Иисуса Христа, который там на кресте за нас отдал все, на века, жертва, то есть, он говорит, пап, я все понял, я готов, и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Я не знаю, смотрел Исаак глазами на все это или просто закрыл глаза и сказал, пап, я уже умер, все, пап, Бог сказал, я готов. Вот почему написано там в 11 главе евреям, что он его принес в жертву. Слушайте, здесь для меня очень важна еще одна важнейшая мысль, потому что это повеление Божие способствовало величайшему духовному возрождению и росту Исаака, который внутренне был готов через смерть, вот услышьте меня, пожалуйста, через смерть, почему Павел говорит, я каждый день умираю для в Иисусе Христе, я каждый день считаю себя как жертву, я каждый день для меня Христос жизнь, а смерть приобретение. Я каждый день это делаю. Послушайте, он внутренне показал свою готовность через смерть войти к Богу, через смерть войти к Богу, что определило святость Исаака до последнего часа его жизни, до конца, через смерть и воскресение, через смерть и воскресение. Кто верит, что Иисус Христос умер за нас? Кто верит, что Иисус Христос воскрес ради нас? И Он единственный Сын Отца, единственный любимый Сын Отца, который умер за нас для нашего оправдания? Я начал упробовать со слов Авраам не узнает нас и Израиль отвергнет нас, но Господь Иисус Христос Он не просто узнает нас, на каждом из нас. Послушайте, мы имеем власть и право жить праведной святой жизнью. Мы имеем право сегодня в очах Господа быть омытыми Его кровью. Вот почему приходим к святыне Господне, к святому причастию, чтобы эта кровь еще раз и еще раз окропляла наши бессмертные жизни. Вот почему мы сегодня называемся те люди, которые дьявол не может сегодня победить Церковь Христову. Никакие силы дьявольские, они не способны, потому что увижу кровь и пройду мимо вас. Слава Господу! И когда рука Авраама, он верил, он думал, он умрет сейчас мой сын Исаак, но в следующее мгновение воскреснет. И мы с ним спустимся, мы с ним вернемся. Мы опять сядем на этого осла, опять поедем. Ничего не поменялось. Знаете, он даже ничего не сказал Саре, потому что Сара бы не выдержала. Сара бы бежала за ним три дня и сказала, Авраам, муж мой, возлюбленный мой, дорогой мой, я не позволю, я не дам. Авраам и Бог, послушайте, это очень близкая связь. Авраам и Бог, Авраам и Бог, когда Бог говорил Аврааму и Саре, там у Дубравы и Мамри, что Сара твоя, приду тебе через год, и она родит сына, и назовешь его Исааком, она смеялась. Сара смеялась просто.